о послушании. В Матфея 7, 21-25 Иисус говорит «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Итак, критерием входа в Царство Божие является не то, что мы говорим устами, а то, что мы делаем на практике. Дальше Иисус говорит, что многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И я верю, что эти люди действительно все это делали, но они были отвергнуты. Дальше Иисус говорит, «Тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от Меня, все делающие беззаконие». Ключевое слово в этом стихе — это «беззаконие». Существует вероятность творить чудеса именем Иисуса, потому что это имя, в котором есть сила, и эти люди одновременно могут быть беззаконниками. «Откуда я знаю, вы спросите? Я видел многие чудеса в своем служении, я изгонял тысячи бесов, но это не исключает для меня возможность делать грех. Мне необходимо бодрствовать, противостоять беззаконию греху». Дальше Иисус продолжает и говорит, «Всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Иисус говорит, «Кто исполняет слова, не слушает только, но исполняет». И дальше Иисус говорит, «Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Этим камнем является Господь Иисус Христос и Его Слово. Повиновение можно определить как слушание Божьего голоса и повиновение Божьему голосу. А все остальное является беззаконием. Точно так же, как прямая и кривая, добро и зло, повиновение и беззаконие. Нету середины, нету компромисса.